Выжил после ранения в шею, но стал инвалидом. Семья из Гранитного попала под обстрел. Снаряд разорвался во дворе дома, где живут пенсионеры. Теперь глава семейства обездвижен и без посторонней помощи обойтись не может. Историю продолжат наши корреспонденты. На центральной улице Гранитного не уцелело ни одного дома. От мощных взрывов поселок содрогается постоянно. Вот соседи уехали. С той стороны очень много ей побило дом. Наверху там у соседки попало тоже. Прям во двор. Всем досталось здесь. Всем. Зои Ларионовной 73. Жить в таких условиях уже нет сил. Но и ехать некуда. Единственный сын умер 5 лет назад. А недавно пенсионерку постигло еще одно горе. Слышал у нас во дворе взрыв. Думаю, муж на террасе сидел. Слышу кричить. Зоя, Зоя. Я пошла по стенке, по дыму. Увидела, что он валяется. У него из головы кровь хлыщет. Фонтаном. Осколок попал в шею. Супруг Зои Васильевны потерял много крови. Месяц врачи боролись за жизнь Николая. Когда спасли, выяснилось, ходить он не сможет. Муж инсульт перенес. Поставили на ноги. Работал. Сам себе все нормально. Был человек. А теперь сидеть, кукла жевать. Все. Левая часть тела парализована. Даже приподняться с кровати стоит огромных усилий. А потом я тебя посажу. Вот так. Не брошу. Не брошу. Не брошу. Николай Васильевич не выпускает из рук радио. Надеется услышать. Война закончилась. Но из динамика только шум. А за окном снова грохочут взрывы снарядов. Кажется день. Бак-бак-бак-бак. На тумбочке постоянный дежурный запас лекарств. Зою Васильевну одолевает астма. Я начинаю задыхаться. Вот. На месяц таких ингаляторов необходимо три. Денег на еду не остается. Вся надежда только на благотворителей. Пожалуйста. Гуманитарную помощь Рината Ахметова в Гранитное привозят регулярно. Волонтеры посетили уже 425 населенных пунктов. Раздав в глубинке Донбасса 253 тысячи наборов выживания. Пап, звоночка. Я пришла. Здравствуйте. Здравствуйте. Пронесла вам гуманитарную помощь. Спасибо. Давай. Все, давайте. Все, я побегу. Зоя Васильевна рада кашем из набора. Парализованный муж ест только измельченную пищу. Спасибо вам, Ринат, за вашу помощь, сынок, внучек. Спасибо. Только добро о нем. Только хорошее. Женщина говорит, когда чувствуется такая забота, на душе становится легче. Тем более ей есть ради кого пожить. Юлия Меншакира, Оксана Корчму, Александр Шмырев, Телеканал Донбасс.